Добрый день, это Дебресен, Венгрия. Такая интересная композиция. Орел в огне, рядом с бегущей водой. Да, вода не может потушить огонь. Вода не может потушить все проблемы с вашим здоровьем, но она может их многие решить. Как лучше проводить очищение организма? Водой, продуктами питания, препаратами, какими-то средствами, методами. Споры идут, я думаю, что они будут идти постоянно. А человек чаще выбирает то, что ему проще выполнить. Я вас понимаю. В этом видео вы узнаете, как очищать организм лично для вас. И просмотрев до конца вы узнаете, а нужно ли вообще проводить очищение организма. Может быть, ну и клеш ему оставить все как есть. И не морочить себе голову. Также вы узнаете, что дает очищение организма водой. Ну и как провести полное очищение организма, чтобы уровень здоровья был максимально высок. Ну, пока человек ощущает себя здоровым, то необходимости в очищении вроде как и нет. Но что такое понятие здоровье? Для того, чтобы его проверить, нужно каким-то образом протестировать ваш организм. С машиной понятно. А вдали автомастеру, он прогнал разные системы. Сказал тут так, тут так. Это оставляем, это меняем, это думаем, менять, не менять. Или это в следующий раз поменяем. Вы когда в последний раз проверяли свой организм. Вот тот самый запас прочности, 5-6-кратный, который был подарен вам родителям при вашем рождении. Ведь находясь в обычном образе жизни, вы не испытываете проблем со здоровьем. Как бы необходимости нет. А добавьте-ка нагрузочки. И когда вы увидите предел потолок при небольшой нагрузке, вы сразу увидите, да, организм уже не так здоров, как был раньше. Вы же помните, как вы бегали-прыгали раньше. И это не вызывало у вас затруднений. А сейчас хлоп и потолок. Вот этот потолок, это тот уровень здоровья, который, увы, уже практически не увеличивается. Можно жить, да, в этом диапазоне. Если вы не знали, как правильно очищать свой организм, как правильно оздоравливает. Поэтому думаю, что необходимость все-таки в очищении, она присутствует. Хотя бы понимая то, что в организме есть фильтры. Ведь лишних органов в организме нет. Как бы там хирурги не усердствовали в плане операции, удаляя различные органы. Но тем не менее, лишних все-таки нет. Если есть два фильтра мощных, печень и почки, которые фильтруют за сутки, так это, 5-6 тонн крови, на минуточку, да, 500-600 ведер крови. Примерно 4,5 тонны фильтруют печень и 1,5 тонны крови фильтруют почки. То, наверное, для чего-то они существуют, для чего-то они нужны. Особенно можно спросить у тех, кто уже пострадал. Скажем, хроническая почная недостаточность возникает тогда, когда в двух почках размером где-то 10-12 сантиметров, ну, примерно где-то вот чуть меньше, чем кулак, остается всего половинка одной. То есть вы 4 раза потеряли мощность почек, да, начинается почная недостаточность. Это не приговор, потому что она только начинается, а все-таки 25% нефронов почек все еще работают. Жить можно. Но жить можно как? В достаточно сложных условиях. Тут жестко нужно уже контролировать питание от многих продуктов и напитков. Приходится избавляться просто, забыть на всю оставшуюся жизнь, чтобы ее продлить. Ну и периодически нужно посещать гемодиализ, либо думать о пересадке почек. Стволовые клетки, как такой, знаете, золотой шанс не работают, потому что почка состоит из нефронов, а нефрон состоит не из одной клетки, а там много клеток. И восстановить какие-то части нефрона не представляется возможным. Если нефрон погиб, то нефрон погиб, его уже нет. Предвестниками этого пути в сторону почечной недостаточности могут быть определенные заболевания и состояния. Да, они не укладывают человека часто в обморок, но тем не менее они показывают, что почки работают как фильтр не лучшим образом. Им нужна помощь. Что это может быть? Отеки лица по утру. Вы проснулись, а лицо такое немножко помятое. Явление артроза, артрит, полиартрит, артроза, артрит. У мужчин может быть простатит, периодически напоминать о том, что почки работают не в лучшем ритме, с приличным напряжением. Потому что когда шлаки и токсины выделяются через почки, естественным путем, но в небольшом количестве, если вы не перегрузили почки этими токсинами каким-то образом, то этот концентрат не будет раздражать вашу простату и обострять простатит. Или цистит с уритритом, как это бывает у женщин. Также на эту ситуацию напоминает мастопатия. Просто нефрон почки и молочная железа, они близнецы по обмену веществ. По способности очищать вашу кровь. Единственное, что почка пропускает токсины через себя, сбрасывая их вниз в мочевой пузырь. А молочная железа накапливает. И следствием чего является появление мастопатии. Которая легко избавляется, когда молочная железа становится органом выделения. Правда, это очень дорогой способ избавиться от мастопатии, потому что как орган выделения молочная железа работает во время кормления грудью. Представляете, что получается в этой ситуации? У женщины, которая не знает, как правильно очищать свой организм. Она этой грязью кормит ребенка уже при его рождении. Да, она избавилась от проблем. Но это не избавление от проблемы в семье. Это перенос по наследству проблем. И об этом нужно помнить и знать, что делать. Также на проблему выделительной способности почек указывают кожные заболевания. Кожа это великолепный дублер и великолепный индикатор состояния работы почек. В первую очередь и печени в том числе. Это такие заболевания, как псориаз, экзема, нейродермит. Да, там есть эмоциональный компонент, который блокирует работу почек. И тут же обостряются эти проблемы. И лечить их местно можно, конечно. Но нужно задуматься о работе системы. Немножко лучше состояние с печенью. Вот хроническая печеночная недостаточность развивается тогда, когда остается в живых не 25% нефронов, как в почках, а всего 11% клеток печени. То есть, иными словами, пока у вас в печени работают 12% клеток, а 88% уже не работают. Там уже явление жирового гепатоза, либо цирроза печени. Вы чувствуете себя в принципе неплохо. Анализы более-менее спокойны. То есть, у вас нет желания заниматься этой проблемой. Но скажите, как хорошо работать вашему организму, когда работает всего 12% клеток печени? Это очень жесткая тема. А путь до угревая сыпь. Она показывает, что печень работает не самым лучшим образом. И маломощный дублер печени, сальные железы, работают с перенапряжением. Это отеки на теле, когда вы проснулись, а на теле отпечатки постели. О! Это говорит о том, что ваша печень не справляется с той нагрузкой, которую вы ей дали. Она немножко чрезмерна. Значит, вы печень теряете. Отеки над глазами. Это варикоз. Это венозная сеточка. Это явление артроза, остеохондроза. Это те же кожные проблемы в виде псориаза, в виде экземы, в виде нейродермита. Да, они тоже показывают, что ваши органы выделения работают не самым лучшим образом. А по большому счету, любой процесс в организме не может произойти при плохой работе печени. Потому что, когда вы закладываете в пищеварительную систему хаотично продукты питания, непонятного содержания и в непонятных сочетаниях, они должны попасть в пищеварительную систему и частично с помощью печи, а все-таки выделяю туда пищеварительный секрет желчи, должны перевариться. Вот после этого, вот этот ершик, того, что переварилось в кишечнике, при попадании в кровь, печенка должна определиться с этим. Либо нужные и полезные вашему организму вещества синтезировать в те, которые вам нужны и обеспечить 100% питания вашего организма. Потому что это непременный этап в питании, который невозможно обойти. А также одновременно, тем же движением, печень обеспечивает примерно 70% очищения вашей крови. Потому как она получает кровь очень интересно. Она получает кровь, 10% крови получает от грудной аорты на питание собственно с кислородом. И 20% крови от непарных органов брюшной полости. Это желудок, это кишечник тонкий, толстый, это селезенка. То есть фактически вся кровь из пищеварительной системы, исключая там последние сантиметров 20 прямой кишки, попадает на ревизию печени. И здесь печень может очищать ваш организм от этих шлаков и токсинов. И сделать вашу жизнь более безопасной и более продолжительной. В случае, если в печени отсутствует явление жирового гепатоза, стеатогепатита, либо цирроза печени. В этом случае количество работающих клеток печени уменьшается. А появляются иные ситуации. Наиболее часто то, что жестко связано с метаболизмом, с обменом веществ. Нарушается обмен углеводов, белков, жиров. Нарушение обмена углеводов, это сахарный диабет второго типа. Нарушение обмена жиров, это стлероз сосудов. Нарушение обмена белков, это такое неприятное заболевание, как подагра. Как правило, на этом фоне нарушается метаболизм на уровне клеток. Для того, чтобы доставить клетке больше питательных веществ, повышается системное артериальное давление. И появляется на смену ВСД, появляется гипертоническая болезнь. И метаболический синдром, либо как его более грубо называют, смертельный квартет в полном составе. Когда нарушен обмен белков, жиров, углеводов. Клетки недополучают питательные вещества. И чтобы попытаться им дать немножко больше, повышается системное артериальное давление. Но при этом сосуды не щадит ни сахарный диабет, ни атеросклероз, подагра мягче к сосудам, но зато жестче к внутренним органам и к той же печени и почкам в том числе. Или в первую очередь. И вот здесь артериальное давление начинает проверять вашего ангела-хранителя на расторопность, удерживать прочность сосудов на протяжении всех 100 тысяч километров сосудов, которые есть. В этом случае, вы знаете, до хронической печеночной недостаточности, как правило, не доживают. Потому как метаболический синдром может вынести приговор существенно раньше. Поэтому тут нужно думать о комплексе. Что дает вам очищение водой? Ну, вначале вроде как легко и просто. Пить полтора-два литра воды в сутки и будет счастье. Но, статистика говорит о том, что примерно 5% людей способны выполнить эту рекомендацию, испивать в день полтора-два литра воды в сутки и не ощущать проблем со здоровьем, а наоборот, ощущать улучшение. До 5%. Летом в жару больше. Ну, в жару понятно. По той простой причине, что в летом нужно не полтора-два литра уже воды пить, а, наверное, 3-4. Потому как потери воды через кожу и органы дыхания резко увеличиваются. Поэтому эта рекомендация опять становится малоисполнимой. И, я думаю, что те же 5% могут ее выполнять в полном объеме. И не задавали ли вы себе вопрос, если такую рекомендацию невозможно выполнить, может быть, она не учитывает физиологические условия обмена веществ в вашем организме и нарушает какие-то другие условия, из-за чего вы и не можете выполнить. А если невозможно выполнить эту рекомендацию, то, может быть, поискать альтернативные способы оздоровления, очищения организма? На мой взгляд, это логичный вопрос. Вы пробовали его себе задавать? Почему рекомендация полтора-два литра воды в сутки, она есть, а выполнить ее практически могут считанные проценты? И как правильно проводить очищение организма? Ну, давайте попробуем по рейтингу. Ну, например, кожа. Да, согласен. Кожа может работать как выделительная система, прекрасно, но ее мощность аж 5%. Рассчитывать, что 5% возможностей вы можете очистить свой организм, ну, наверное, это утопия. Если у вас 5% акций, то они могут работать только в том случае, если вы присоединитесь к основному пакету акций. Да, тогда у вас может быть золотая акция. Которая чашу весов в какую-то сторону склонит. А до этого рассчитывать на то, что почки могут работать как в постоянном режиме, как в выделительной системе, сложно. Да, они могут усиливать свою мощность. В случае, если вы попадаете в уникальные условия. Это баня, это сауна, это летняя жара. Да, в этих условиях перегревается организм и выделение воды, а с нею и шлаковитоксинов через кожу увеличивается. Но в этих условиях достаточно сложно жить постоянно. И страны, которые живут в этих условиях постоянно, это экваториальная зона, они не относятся к долгожителям. Такие там достаточно жесткие условия, и люди не могут в этих условиях жить долго. А ради чего вам нужно очищение? Просто птичку поставить, я очищал свой организм 5 минут, или несколько суток, или несколько недель? Или вам нужно очищение организма для того, чтобы жить лучше и дольше? На мой взгляд, цель такая, а не птичка напротив слова очищение. Или словосочетание полное очищение организма. Поэтому кожа может использоваться, но лишь как дополнительная возможность. Через кожу в основном очищается, действительно, в таких условиях, с помощью воды. Выпили воду, она вышла через потовые железы, но эта мощность достаточно ограничена и по мощности, и по времени. Потому что в таких условиях находиться долго, как вы понимаете, не стоит. Это сложно. Где еще дает очищение водой вам бонус? Это почки, да. Добавляя воду в свой рацион, увеличивая водный баланс на входе в организм, вы получаете больше на выходе. Почки работают на воде. Как я уже сказал, почки очищают полторы тонны крови, то есть примерно по 750 литров, по 75 ведер проходят через каждую почку. И идет очищение крови, но мощность этого очищения примерно 20%. Если добавить с возможностями кожи 25, это уже кое-что, но это кое-что. И для того, чтобы получить результат и там, и там, как вы понимаете, вода и кожа, вернее почка и кожа, они конкуренты за воду. Вода пойдет либо через кожу, либо через почки. То есть полноценно запустить выделительную систему в двух вариантах сложно. Когда вы идете в баню, вы активно потеете. Если вы пьете воду вне бани, вы активно выделяете мочу. То есть работает либо та, либо та система. Чтобы две системы работали одновременно и достаточно мощно, это уже сколько нужно выпить той воды. То есть в районе 20-25% мощность этой системы очищения и останавливается. А где же больше можно получить очищения? Ну есть еще один фильтр в организме, который работает в зависимости от вашего рациона, режима питания. От тех продуктов, которые вы вкладываете в свой организм и напитков в том числе. Это работа печени. Печень очищает в три раза больше крови. И примерно 60-70% мощности очистительной системы, выделительной системы, завязана именно в работе печени. И здесь важно правильное вот это сочетание воды и еды. Для того, чтобы организм работал и там, и там. Если вы посмотрите у меня в более десятка видео о том, как правильно пить воду. То вы поймете, что это не так просто выпить воду. Нужно угадать воду, когда выпить. Да, перед едой можно выпить воду. Да, примерно за час. Если вы заливаете воду в желудок, вода пройдет через желудок, выйдет. И желудок к пищеварению в принципе будет готов. Он будет свободен от воды. Но! Вы уверены, что у вас в желудке за час до еды состояние после еды предыдущей? Если вы кушаете один-два раза в день, да, согласен. Желудок будет у вас практически пустой. Вы можете выполнять эту рекомендацию. Пить воду. Но одно-двукратное питание по определению неполноценно. Проводили опыты на 20-летних ребятах еще в 70-е годы прошлого века. 20-летних молодых парней кормили два раза в день. 25% пищи в унитазе. Посчитайте, сколько денег вы тратите на еду в течение месяца. И прикиньте, сколько денег вы выбрасываете просто в канализацию, осложняя жизнь коммунальным службам. Потому что вы просто-напросто переполняете коллекторы непереваренной едой. Но по дороге эта еда, проходя по вашей пищеварительной системе, бродит или гниет в зависимости от состава. Токсичные продукты жизнедеятельности микрофлоры попадают в кровь. Если с ними не справляется печень, они циркулируют в кровеносном русле. И этими токсинами питаются все ваши органы и системы. Вопрос, вы заниматься хотите очищением организма или наводнением его новыми порциями токсинов? Поэтому с водой это здорово, но вода должна правильно сочетаться с едой. Возможно находиться в составе еды. Эта вода тоже участвует в обмене веществ, причем более активно, чем просто стакан чистой воды. Потому что стакан воды всасываясь в кровь, переполняет, увеличивает резко объем крови, идет система сбросов. Вода была в горячем виде, потение. Вода была в прохладном виде. Образование мочи, она не идет на обмен веществ в клетке. Она выводит ту часть токсинов, которая в этот момент находилась в кровеносном русле. А объем кровеносного русла 4-5%. Вот вы и находитесь в районе этой цифры очищения своего организма. А основной объем это все-таки клетки, где идет основной обмен веществ. И санитетка, через которые идет метаболическое обеспечение работы этих клеток. Эти объемы это остальное. То, что осталось от объема крови. Если посчитать вот здесь, то вы получаете водой небольшое очищение своего организма. Да, бонус будет. Мозда оценивает состояние крови. Мозду как стало хорошо, стало лучше. Вроде как он работает в более комфортных условиях. Да, потому что он питается этой самой очищенной кровью. А все клетки, а сам мозг, куда он будет сбрасывать ту грязь, которая в нем вырабатывается в обмене веществ. Ведь мозг сжигает белки, жиры и углеводы. И переводит химическую энергию связей в электрические импульсы. И загрязнение будет происходить автоматически и в нем в том числе. В этих тканях куда это делать? Как это все выйдет? В кровеносное русло, если бы вода просто прошла по малому кругу. А вот когда вода идет в составе продуктов питания, она легко попадает из кровеносного русла в санитую ткань с продуктами питания. Дальше попадает к клеткам. В клетках происходит обмен веществ, о котором мало что знают. Знают только, что нужно дать на вход под клетку. А дальше, с той же водой, продукты жизнедеятельности, шлаки или токсины, называйте как хотите, суть от этого не меняется. Клетка отработала то, что смогла, взяла. Отходы с той же водой проходят санитую ткань, кровь и добросовестно выходят. То ли через печень, то ли через почки, то ли через кожу, то ли через легкие. Все зависит от их химического состава. И в этом случае мы получаем замкнутую цепочку. Если мы воду используем в продуктах питания, мы воду используем как аперитив перед едой для разгона, для усиления огня пищеварения. А эта вода должна обладать горькими свойствами, может быть кислыми, кисло-сладкими, пряными. Любые варианты, которые раздражают вкусовые рецепторы и усиливают образование слюны, автоматически попадают в желудок. Там усиливается пищеварение. А чем активнее вы закрутили пищеварительную систему на старте, дальше она уже работает по принципу гусеницы. Чем активнее была секреция желудочного сока, чем больше здесь кислоты, тем больше уже щелочных секретов. Это желчь, это сок поджелудочной железы и тонкого кишечника, чтобы нейтрализовать эту кислоту. Меньше кислоты, меньше соков. Вяленькое идет пищеварение, хуже идет усвоение пищи. И обмен веществ у вас будет тормозить, по причине того, что не на чем развивать обмен веществ. Если вы будете сознательно еще и гасить кислоты желудочного сока различными щелочами, без назначения, без требования, без необходимости это сделать, а просто так, вы получаете стандартную прогнозируемую легко ситуацию. Со снижением кислотности желудочного сока до атрофии и с нарушением переваривания как минимум белков. И появляется изжога. Но уже не на том, что у вас кислоты много в желудке. У людей пожилого возраста изжога развивается совершенно по-другому. Не из-за того, что кислоты много, а из-за того, что брожение уже идет в желудке. Бактерии размножаются, сбраживают углеводы, появляются фактически кислоты, которые идентифицируют. Ой, изжога, у меня кислотность такая, только не от того же кислотность. Не соляная кислота помогает пепсину переварить белки. А бактерии, грибы варят вашу углеводистую пищу и вызывают угрожение. Ну, более подробно о том, как обеспечить правильное питание своему организму. У меня есть такие видео, на канале масса таких видео. Можете посмотреть одно из них, консультация врача-диетолога онлайн. Там 40 минут информации о том, как это делать правильно, последовательно. Что есть, как не есть. То есть, это все есть. Если вам нужно еще больше информации, не вопрос. Книга, что делать, если у вас есть печень переизданная. Она есть, вы можете ее легко заказать. То есть, здесь тоже больше информации можно получить. Как правильно сочетать правильное питание и употребление воды, для того, чтобы и печень, как основная система выделения, с мощностью 70% работала эффективно. И почки усилить, еще добавить 20% очищения крови. Здесь практически получается полный фэн-шуй. На уровне обмена веществ, в питании, и заодно в очищении вашего организма. Надеюсь, я вам дал достаточной информации, для того, чтобы вы понимали, как лучше проводить очищение организма. И на какие средства и методы делать упор. А какие можно проигнорировать. Какие можно использовать и нужно использовать постоянно. А какие можно использовать от случая к случаю, для того, чтобы работа системы очищения организма. Ну, а заодно и питание вашего организма. Что там делить. Работала эффективно, результативно, на ваше здоровье и активное долголетие. До новых встреч на моем канале. Надеюсь, теперь вы больше знаете о том, как сохранять и укреплять свое здоровье простыми средствами. Ну, чай и воду. До новых встреч на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова